Привет, сегодня даже не здороваюсь, покажу тебе слету, сходу, схему на 2 миллиона долларов. Заваривай чаеху и начинаем. Шибаина за год с 56 пунктов дала 688 324 икса. Монета Rich Quack, которая отлично себя зарекомендовала и нашла себе протаже инвестора биржу GetAio. Которая занимает 12 место в списке бирж на рынке криптовалют. Суточный объем у этой биржи с 1 миллиард долларов. На CoinMarketCap за ней следит 1 484 000 человек. За Шибойину следит 1 956 000. Ричквак может обогнать Шибу по наблюдателям. У Ричквака сгорело уже 53% токенов. У Шибуину в начале тоже сгорело 50% токенов. Объемы у Ричквак доходили до 250 миллионов долларов. CoinMarketCap. У Шибуину на самом деле MarketCap всего лишь 144 миллиона долларов. То, что нам показывают на CoinMarketCap 2,2 миллиарда. Это нам скорее показывают будущее. Шибуина стартовала с 56 пунктов. Ричквак стартует с 12 пунктов. Успел он уже дать 500 иксов до падения. Сейчас откатился и дает получается 240 иксов с 12 пунктов. Ричквак сейчас находится в скидке в 81%. Рекомендую сюда, если заходить, то заходить с небольшой суммой. С холодной головой. Приведу пример тебе о зеленых плантациях. О урожаях. Представь, что у тебя есть земля в России, земля в Америке, США, на Украине земля есть. И есть земля у тебя в Англии. И когда ты садишь урожай здесь, урожай здесь и урожай здесь и урожай здесь. Какая вероятность того, что на какой-то твоей плантации урожая просто не будет из-за плохой погоды. А на какой-то урожай останется. Вот о чем говорит распределяй, распределяй свои семена, сажай их в разные монеты, в разные земельки. И будешь ты более устойчив. Даже твои две ноги, они имеют достаточно больше опоры, чем вот эти две ноги. Есть 10 подушечек, есть одна большая пятка и еще штука посередине, не знаю как называется. А теперь перейдем к самому сладкому. Посмотрим по истории, как пинали Шиба-Ину, как ее опрокидывали до 82-х. Пинали, кидали, пинали, кидали. Думали скамина, думали вообще говнище, полная чушь, фигня, надо избавиться. Люди избавлялись, люди, которые верили, накапливали. И вот эта вот скамина, говнище которая, она выстрелила сюда и оставила всего лишь 5 нолей. 5 нолей всего лишь оставила. Потом снова скатилась, все думали это скамина. Все, надо текать отсюда, надо текать, продавать в минус даже. Главное, чтобы не оставить с камеру деньги. И вот все, кто испугались, они вышли. Те, кто продолжал верить, накапливал и приходили новые игроки. И потом произошел хороший, мощный рост и дошел до 4 нулей, которые необходимо закрыть. Сравнивая с ричкваком, он закрывал всего лишь. 7 нулей не может еще закрыть. Соответственно, ему остается закрыть 3 ноля и он будет как Шиба, Ину. А он будет, потому что у него есть система сжигания. У него очень сильные основатели, которые каждый день, каждый день новую новость выкидывают. Каждый день на связи. И также очень сильный у них козырь, это партнерство с Get.io. Сделал график на максимум, на кваке. И вот его тоже пинали, 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 пинали. Думали с камина, сжах и выросло. И закрыло 3 ноля, сейчас ушло. С изначальной командой, которая у меня была, я давал сигнал вот здесь. Залетел в эту ракету, но продавать и фиксироваться здесь не стал. Цена спустилась вот сюда вниз. И это очень похоже на Шибу. То, что произошло вот здесь. Когда она смогла закрыть всего каких-то 6 нолей, она закрыла всего 1 нолик. И у квака сулит такое будущее. Если ты видишь в этом перспективу, то переходи на мой телеграм-канал. Там ты сможешь найти квака. Так, чтобы ты приобрел не его клона, а именно квака. Каждый нормальный проект начинают копировать. Как на пукойне. В основном это происходит на пукойне. На пукойне копируют монеты. Вот и посмотри. Шиб 174 миллиона долларов. И квак 139 миллионов долларов. Этот новый выстрел может произойти через 1-3 месяца. Вот и подзадумайся, стоит ли рискануть обычной десяткой баксов или нет. Закрыв и поднять через год, через полгода 2 миллиона долларов. Сейчас в криптовалюте это реально. Потом, когда она будет вся на слуху, уже будет поздновато. Но не рассматривай только эту монету как перспективную ракету. Потому что ракеты еще будут. Если ты не успеваешь, ничего страшного. В моем телеграм-канале еще будут появляться ракеты. По панди-герл может скатиться сюда, еще ниже пролиться. И это вполне нормально, потому что она дала рост. Соответственно, ей надо откатиться назад, совершить коррекцию, как было вот здесь. Потому что особо серьезных новостей пока нет. Но если ты уже вошел, то держи. Потому что я вот тоже вот здесь зашел, я держал. Потом ко мне подъехали на двух черных машинах, спросили. Шучу, на черных машинах еще пока не подъезжали. Спросили, а ты вообще вывезти можешь? Она точно не скам? Я такой говорю, да нет, не скам, сейчас выведу. И получается, вот здесь я вывел себе в убыток. Сейчас хочу перехватиться вот здесь, чтобы оправдать свои вложения. Так, думаю, лучше видно. Сегодня даже не здорово, Алексей. Баня. О, блянь. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. И пока.